Добрый вечер! Десять лет назад на берегу озера Сестровицкий разлив был поставлен храм Петра и Павла. Он стал архитектурной доминантой нашего города, нашего Сестрорецка. Но каким бы ни был красивым храм, основное его назначение – это, конечно, стать духовной доминантой того места, где он был построен, поставлен или создан. И вот сегодня об этом мы и хотим поговорить с настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла города Сестрорецка, протеереем Михаилом Петропавловским. Добрый вечер! Добрый вечер! Приветствую вас! Хочу напомнить о традиционном конкурсе ваших уважаемых телезрителей вопросов. Сегодня победитель этого конкурса, в конце передачи наш гость определит его имя, получает приз – это поездки на такси 434-0000 по нашему району. А начать наш разговор мне хотелось бы, повторив тот вопрос, который я артикулировал в преамбуле. Десять лет прошло. Как, на ваш взгляд, изменился храм? Вписался ли он не только архитектурно в интерьер нашего города, но и стал ли он такой вот духовной именно доминантой для жителей Сестрорецка и не только для жителей Сестрорецка, конечно? Я бы сказал, что храм, он не то чтобы вписался в интерьер, можно так сказать, Сестрорецка, ландшафт. Скорее всего, он его изменил и в каком-то смысле определил, потому что у нас таких нет сооружений архитектурных, которым нужно было бы соответствовать, которым нужно было давать какую-то ответку. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но это вот именно так. То, что касается архитектурного стиля. А то, что касается духовной доминанты, вы знаете, я думаю, что любой храм так или иначе меняет уже сразу изначально духовную обстановку в городе. Почему? Потому что многие люди изначально думали, что я не хожу в храм, потому что он далеко, потому что мне это неудобно делать. А когда храм приближается, и вот, по сути говоря, из окон твоих виден храм, а у кого-то слышны колокола, то человек уже должен своей совести что-то другое придумывать. Почему я не хожу в храм? Потому что он теперь близко, и как бы той причины нет. Но все-таки ради справедливости нужно сказать, что определился достаточно твердый такой хороший, добрый приход, где есть люди, которые очень часто бывают в храме, в жизни прихода участвуют различным образом. Вот есть люди, которые стараются никак не проявлять себя, просто приходят помолиться, уходят. Есть люди, которые бывают у нас в храме по случаю, гуляя по каким-нибудь другим требам или приводят своих гостей. Ну, что ж, мы приветствуем и первых, и вторых, и третьих, и тех, кто, может быть, обнаружится и придет в первый раз к нам в храм. Я думаю, что влияние есть однозначное, но оценить его статистически какой-то... Сложно, конечно. Очень сложно будет такой методикой. Ну, я уверен, что есть уже знакомые лица, постоянные, именно прихожане храма, с которыми вы в хорошем контакте, которые рассказывают вам о своих проблемах житейских, рассказывают, может быть, о том, как они пришли в храм, что их подтолкнуло к вере. Вот много ли таких людей среди ваших прихожан? Дело в том, что мы на самом деле с прихожанами, вот теми, которые на самом деле являются в полном смысле прихожанами, вместе проживаем свою жизнь. Поэтому многое для нас известно, многое то, что из моей жизни, им известно из их жизни, их окружения родственников, детей, знакомых, близких, проблем, успехов, болезней, исцелений. Все это нам известно, и мы вместе, вот, по сути говоря, идем по жизни. Как и кто пришел к вере? Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Почему? Ну, потому что, вот, я даже если этот вопрос задам сам себе, то я с трудом отмечу, наверное, такой какой-то доминантный факт события человека, который бы повлиял на меня. Потому что я родился в такой половинчатой семье. По материнской линии все были достаточно религиозны, даже церковные люди. А по отцовской линии просто крещеные люди и формально так, православные крестьяне. Но, конечно же, я тоже переживал период молодости, своего становления, искания, как это многие проходят, и необходимости ответов на многие-многие такие вот вопросы, вызовы того времени, советского времени, потому что я из середины 20 века. И, конечно же, вот, находя эти ответы, одним ответом не удовлетворялся. Нужно было еще второй какой-то ответ получить, третий и так далее. И сказать, чтобы кто-то конкретно вот повлиял, хотя такие люди были. Это все, наверное, большой процесс. Так и многие наши прихожане. Все, это был большой процесс. Редко, когда в жизни человека произошло такое событие, когда вот буквально, как это сектанты иногда пишут в своих книжках, «Напиши день и час, когда ты уверовал во Христа, когда ты принял в свое сердце». В православии это считается, конечно, глупостью. Христа они принимают как таблетку. К нему приходят в течение своей жизни. И поэтому людям тоже трудно ответить на этот прямой вопрос. У каждого было по-своему. Ну, чаще всего, конечно, горе. Хотя многие прихожане и все-таки от радости, от счастья приходят, полноты семейной. Бывает. Вот хотел уточнить у вас. В моем представлении большинство людей все-таки приходят к вере, к настоящей вере, да, в результате какого-то потрясения жизненного, какого-то катаклизма. Связано ли это с болезнью самого человека, с болезнью или смертью близкого человека, когда человек не может получить ответы на какие-то вопросы, не может объяснить, какое это событие, которое произошло. Но на это я вам скажу, что если именно так произошло, то такой человек находится, к сожалению, в очень плохой ситуации. Почему? Потому что он как бы верит уже не безусловно. Понимаете? У него условия поставлены Богу, что я вот заболел или заболела, вот поэтому мое дальнейшее продвижение к Богу должно обязательно быть связано с исцелением. Или я потерял близкого, или там меня уволили с работы, или там еще какие-то произошли, как вы говорите, катаклизмы, назовем их так. Вот эта условность такого прихода, она, конечно, не делает человека полноценным, верующим, церковным, религиозным, в полном этом смысле слова. Поэтому я не вижу в нашем приходе слишком много подобных людей, они есть, но эти люди, конечно, с трещинкой. С трещинкой, да. То есть человек, который в результате своего длительного какого-то жизненного пути, внутреннего поиска, может быть, такого эволюционного пути. Да, вот это более предпочтительно. Это более предпочтительно. Ну, сейчас такое время, когда люди, в общем, определяют для себя духовную парадигму, каждый выбирает сам. Видимо, да. И как, на ваш взгляд, та ситуация, что в стране у нас становится все больше храмов, то есть есть возможность реализовать свою духовную потребность в разных местах, географических, скажем так, она как бы стимулирует людей к тому, чтобы именно приходить в храмы, а не становиться верующими, как говорят, в душе. Дело в том, что современная ситуация и да, и нет, и способствует, и не способствует. Приближение храма к месту жительства людей или там, где им удобно посещать храм, это, без сомнения, позитивный процесс. Без сомнения. Но, с другой стороны, вообще вся обстановка в мире, вот скептицизм, вот, либерализация, расширение нравственных норм и рамок, вот это вот постоянное лукавство самим собой, льющееся с экранов и так далее, оно дестабилизирует наше вообще и общество, и тем более в религиозном и нравственном смысле. Поэтому эти две, так сказать, составляющие, они, ну, я не скрою, что и церкви, и храмы, и приходы тоже находятся под тем же самым обстрелом. Вот, очень много каких-то темных пятен можно найти и на солнце, и в церкви, и везде, потому что там присутствуют люди. Главой является Бог, а на земле люди. Вот, поэтому, конечно, каждый человек между этими раздирающими силами центробежными, должен найти себя. И вот это, так сказать, обращение к Богу, это нахождение самого себя, ну, у каждого по-разному может произойти. Ну, и я, конечно, желаю, чтобы все-таки люди не потерялись в этот век. Достаточно сложный. У нас звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, расскажите, вернее, что нужно знать будущим крестным родителям, и какие накладываются на них обязанности или обязательства, не только после обряда крещения, но и в течение всей жизни. Спасибо. Спасибо. Я думаю, вы не обидитесь, если я коротко отвечу, Елена. Дело в том, что крестный должен быть сам православный христианин. Ну, со стажем или без стажа, я уже сейчас не буду обсуждать. Это обязательно. То есть он должен быть не григорианской, там, не латинской какой-то принадлежности, а именно православный христианин. Вот. Это раз. Второе. По сути говоря, он должен побеседовать со священником и получить, если он не знает, что ему нужно знать, то это мы не сейчас будем обсуждать, а он должен побеседовать обязательно со священником, вот, и получить, если где-то в другом месте, то получить справку с печатью, что катехизическая беседа совершена. Вот. И человек допущен до того, чтобы стать восприемником. Вот. Там будет несколько, первое, это по сути дела, по сути, ну, краткие какие-то общие понятия и тезисы наше все-таки вероучение. Второе, это место назначения и смысл крещения. И третье, это практические действия при крещении. Вот все, что нужно знать будет. Но это сами вы нигде не найдете, это нужно будет, конечно, выяснить из беседы. То есть это та первичная информация, которая позволяет осознанно... Все остальное мы... Ну, символ веры, конечно, нужно уметь читать символ веры. Это из третьего пункта. Мы немножко затронули тему того, как люди приходят к вере, как люди приходят в храм. Хотя тут есть еще вопрос внутренней веры. Все-таки поподробнее я бы хотел поговорить позже. И, то есть, человек, который считает себя верующим, но не ходит в храм. Это мы чуть позже поговорим об этом. А я бы хотел вас спросить о том, что была произнесена фраза о том, что храмов у нас становится все больше и больше. Тем или иным способом, но они появляются на нашей России. Вот, а священники откуда появляются? Ведь это тоже проблема. Ведь это должен быть человек с авторитетом. Да, это проблема достаточно большая. Как решается вот эта история? Мало то, что с авторитетом. Авторитет, он должен прийти, его так насильно, знаете, с собой не принесешь, как чемоданчик. Вот, в храм пришел священник и принес с собой авторитет. Дело в том, что, к сожалению, пути прихода в священнический сан или посвящение, принятие священства, они неисповедимы. У каждого происходит по-разному. И, конечно, хорошо, когда человек пришел уже к необходимости служить Богу, сжег за собой все мосты, принял священнический сан, и он имеет и житейский, и религиозный опыт. Вот, хотя священники, как мы знаем, кто-то десантником был, кто-то был милиционером, кто-то был, там, не знаю, киноартистом или просто артистом, кто-то был спортсменом, кто-то еще. То есть, приходят совершенно из разных областей нашей с вами необъятной жизни. Так что мы, наверное, не сможем сейчас проанализировать какую-то, может быть, закономерность. Я думаю, что все будет зависеть от конкретно самого священника, насколько он научится молитве, вот, насколько он умеет полюбить свою паству. А иногда любить очень тяжело. Люди разные. Слушаем нашего телезрителя, у нас есть звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, и у меня такой вопрос. Отец Михаил, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к телеканалу «Спас»? И есть ли у вас фильм, который вы могли бы порекомендовать к просмотру? Спасибо. Спасибо большое. Я «Спас» из-за отсутствия времени регулярно не смотрю. Вот, не имею такой возможности. Я иногда в интернете просматриваю диалоги, такие как у нас. Меня очень интересует эта вещь, то, что на «Спасе» бывает. И из фильмов я бы порекомендовал вам, если знал бы, чем больше всего Андрей интересуется. То есть, где его лежит доминанты, его интересов. Ну что, скажу, что мне очень понравился фильм про… Вот недавно я смотрел про Гаврила Ургибадзе. Вот, это грузинский вот такой недавно канонизированный святой. Я много о нем слышал, но вот сейчас, побывав в Грузии, и сейчас, вот, посмотрев фильм такой, значит, объемный, очень был рад, доволен. И советский как-то там фильм был про Алипия, Архимандрита Алипия. Как-то он назывался, «Советские архимандриты», как-то вот так вот было. Про восстановление Псково-Печорской обители. Я его пересмотрел сейчас второй раз. Тоже очень интересный был фильм, документальный. Вот, они все были на спасе. Но о каких фильмах еще? О художественных, может быть, спросил Андрей. Я не могу сказать о документальных. О документальных, да? О документальных, да. Ну вот, это круг фильмографии, это достаточно такая интересная вещь, и мы можем делиться. Вы что-то увидите, с нами поделитесь. Вот, они возникают, вот. Так что, смотрите хотя бы эти два. Мы продолжаем наш диалог. Сегодня у нас в студии настоятели храма святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке протеерей Михаил Петропавловский. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получит приз от такси 434-0000. Телефон студии вы видите на своих экранах. А мне хотелось бы немножечко поподробнее поговорить на вот какую тему. Мы вкратце ее затронули, что называется, слегка коснулись. Вот есть люди с верой в душе, да? То есть те люди, которые считают себя верующими. Ну, позиционирующие себя. Верующие в душе. Я не против Бога. Я не против Бога, но в храм не хожу. Ну, иногда и не ходят, а иногда... Заходят. ...посередине, чтобы батюшка не мешал им заходить в храм, они поставят свечку между службами. Между службами. Батюшка тут ходит, мешается мне. Я сам, мол, с Богом. Я сам с Богом. Разберусь. Скажите, пожалуйста, возможно же такой вариант, да? Человек может жить вот в такой ситуации, чувствовать себя комфортно. Но возможно для чего? Для духовного роста своего, для движения какого-то духовного. Или без церкви это невозможно? Ну, если уж, так сказать, начинать с конца, как иногда и такое бывает, конечно, спасти свою душу без церкви невозможно. Потому что церковь – это не просто люди, это не просто там желание помолиться или что-то знать, как некоторые говорят. Ну, бабушка какая-нибудь общение читать не умеет. Но она бывает в церкви. Почему? Потому что церковь – это молитва и таинство. Вот это очень важная вещь. Господь оставил таинство, как Он выбрал форму общения с человеком. Бог выбрал форму общения с человеком. А если кто-то верующий в душе сам выбирает какие-либо формы общения на уровне свечи, так вы знаете, по большому счету, свеча эта может оказаться и не нужна Богу. Кто его знает? Потому что меру своего мышления и правильность, и спасительность, и приемлемость со стороны Бога, своего мышления, никто не разберет. Бог же тебе не скажет, ты знаешь, что твоя свеча принята. Более того, Богу, по большому счету, Он даже не возражает против взрыва храмов. Правда ведь? Если людям храмы не нужны, пожалуйста, взрывайте. А если им нужны, стройте. Пожалуйста. Поэтому по поводу заслуги относительно свечки, захода в храм, никакой, так сказать, обратной связи нет. И люди, которые очень часто, вот мы затрагивали то, что люди в какой-то страшной ситуации, и когда начинаешь их раскручивать судьбу, он говорит, как же, я в храм заходил, ну и что дальше? Ну, заходил, ну и что дальше? Что ж теперь Бог там прыгает от радости, что ты заходил в храм, что ли? Речь идет о молитве, о исповеди, причастии, а самое главное – покаяния. То есть исправление самого себя, изменение. Человек не должен умереть таким, каким родился. Это задача его жизни. Поэтому вот такая самообман или лукавая такая вера в душе, она происходит либо от чрезмерного самомнения, раз, либо от какого-то стыда, два, может быть, там, прошлое человека как-то там смущает, или от простой элементарной лени. Ленность – это, скорее всего, наиболее, так сказать, частый случай. Просто лень человеку. Мы это знаем, ситуацию, сами все ленивые, и поэтому не осуждать, не как-то там помочь человеку мы не можем. Все равно сам должен свою лень преодолеть. Не может такой быть ситуации, чтобы это было достаточно. Вера в душе – это лукавство и ложь. Мера может только в жизни, ее и Бог понимает только делами нашими. Но вот, вы знаете, есть такой аргумент в пользу, который приводят верующие в душе, что я вот не хожу в храм из-за того, что коммерция присутствует в храме. Продаются свечки, берут за мной деньги. Как бы таинство там. Берут деньги. Говорят о духовном, а берут деньги. Да, я говорю о таинствах, а за таинство берут деньги. Вот. За крещение. Да, поэтому я не хожу. Это слишком мирское, приземленное, деньги, да, и возвышенное. Как это все сочетается вместе. Поэтому я вот лучше, как бы, вот интимная у меня такая вера, вера внутри самого себя. Может, у меня есть икона дома, может, у меня есть лампадка, и я вот как бы... Да, то есть меня это смущает. Я так скажу, что если этот вопрос не навязывать обществу, то в обществе он не доминирует. Хотя такие ситуации бывают. Бывают. И я не скрою, что действительно люди, которые принципиально дистанцируются от Бога, они постоянно ищут себе каких-то причин, чем от Бога защититься. Ну, вот храм рядом, вроде как надо ходить, вроде как надо и молиться, вроде как надо исповедоваться, причащаться там. Вот. Ну, надо поискать, что бы такое вот мне бы еще придумать, чтобы оправдать самого себя перед своей совестью. Вот. Если ты смущаешься этим, ну, приди к священнику, поговори с ним. Давайте сядем, давайте поговорим. Ну, а в общем, я бы сказал так. Господь, конечно же, материальную базу или основу существования своей церкви, не то что подготовил или там он уже имел ее. Потому что, когда Господь наш Иисус Христос ходил по земле своими святыми ногами, то уже и тогда люди отдавали свою жертву. А как вы знаете, еще до пришествия в мир Господа Иисуса Христа церковь поддерживалась десятиной, что, собственно говоря, никогда и не отменялось. Поэтому для того, чтобы нам удачно сочетать духовное и материальное, каждый человек должен отдавать свою десятину. В таком случае, значит, никаких проблем с какими-то платами за свечи и так далее не будет. В Греции там или в других странах люди дают налог государству, а государство содержит церковь. То есть, как бы они тоже не заинтересованы в деньгах. Ты приходишь там, бросил фантик и взял свечку. Вот. И доволен. Вот. Здесь, в нашей стране, такого нет. Поэтому, как бы, речь бы шла о десятине, тогда понятно. Но о десятины тоже отказались. А для чего, кстати, нужна десятина? То есть, кажется, содержать церковь, да? Ну, многим кажется, это не уместно. А десятина нужна для того, чтобы благословил Господь оставшиеся твои девять десятых. Вот для чего нужна десятина. То есть, как бы, сам человек заинтересован. Раз этого нет, значит, стоит вопрос. Либо мы сейчас тогда уходим в подполье. То есть, мы служим где-то в сараях, в бараках. Ну, что, человек, который так рассуждает, как вот вы сейчас привели. Он что, не понимает, что церковь содержать? Это гигантское здание. Ну, это хозяйственный механизм, можно так сказать. Сотни тысяч рублей. И свечка стоит 10 рублей. Вот можно это сравнить? Мы за тепло еле-еле успеваем рассчитываться. То есть, конечно, этот человек взрослый понимает. Но, тем не менее, все-таки этот вопрос ставит. Значит, его что-то смущает другое. Либо жадность, либо, может быть, вот, кто о чем я сказал. Попытка вот поставить себе преграду между церковью и оправдать самого себя. Вот. И десятина он не платит. Если человек получает три тысячи пенсию, да, он 300 рублей должен отдавать в храм. Совершенно. Если он получает 10 тысяч зарплату там или пенсию, он тысячу должен, ну, в течение месяца. Вот. Делает он это или нет? То есть, вот такие материальные, меркантильные вопросы, они, конечно, присутствуют. И здесь отпираться нельзя. Совершенно справедливо. Но понятно, почему они присутствуют. Более того, я бы таким людям сказал, что если завтра православная церковь вот сейчас наложит всевозможные налоги, там еще чем-то, мы вынуждены будем уйти в подполье, то нам придется еще больше иметь взрывов в метро. Понимаете? Потому что подпольная церковь или там церковь какая-то такая на отшибе, она, конечно, может, кого-то и обрадует, но многих огорчит. Потому что, вот как мусульманские религии, вот их, я бы сказать, откалываются от них всевозможные секты, но вот мы теперь умерших, убитых выносим из метро. А не кажется ли вам, что такой вопрос, связанный с деньгами и церковью, возникает еще из-за того, что есть ряд священников, которые позволяют себе, ну, скажем так, неподобающие священнослужителю размах материальной жизни? Да, 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 да. То есть к жадности можно присоединить зависть, да, зависть. То есть какие-то священники ведут себя и, может быть, на показ даже показывают свое достояние, вот. Ну и многих это смущает, и здесь зависть, конечно, является одним из таких вот. Трудно найти меру, понимаете, потому что священники служат в разных областях. В Москве это один доход в Санкт-Петербурге, это другой доход в Сестровецке. Понимаете, у нас мы совершенно не равны Санкт-Петербургу. Вот, здесь совершенно другие условия. А где-то в глубинке, там священник вообще никаких денег не видит. Ему принесут мешок картошки или принесут курицу, то есть денег нет у людей. Скажите, пожалуйста, вот как быть в таком случае, тоже, по-моему, такая очень частая ситуация, часто встречающаяся ситуация, когда, например, родители являются верующими или один из родителей верующих, и есть ребенок в семье, и хотелось бы родителям, чтобы он тоже приобщился как-то к церкви. Но вот тут мнение, если тем более семья вот как бы разделена, да, во взглядах на религию, как быть, как приобщить ребенка к вере? Вопрос понятен. И очень часто встречающийся. Ждать ли пока он повзрослеет и осознанно сделает выбор? Либо этого? Вот, этого делать категорически нельзя. Категорически нельзя. Если оба согласны или там как-то паритет, вот, почему? Потому что человек все равно будет воспитываться, все равно будет воспитываться, понимаете? Без воспитания человек не может жить. Вот. И потом, когда он вырастет, вы уже увидите его, знаете, совершенно далеко, и это будет слезы, может быть. Поэтому воспитывать надо. Но вот то, о чем вы сказали, очень существенный момент, и дорогим нашим телезрителям тоже хотелось бы на него обратить внимание. Если кто-то из, один из, решать должны отец и мать. Ни бабушка, ни дедушка, ни тетя, ни дядя, там, ни крестные, ни крестные будущие, которые очень хотят восприемника иметь. Отец и мать. Вот они должны решать. Если кто-то из них категорически против, крестить пока не надо. Вот. То есть, конечно, нужно оставлять это все вот до времени. Если, допустим, кто-то не против, не против, но и не за. То есть, ну, так вот, воздержавшиеся. Бывают такие ситуации очень часто. Вот. Тогда можно покрестить только в том случае, если мы понимаем, что не будет обратной отдачи. Что я имею в виду? Я имею в виду, что человек, который сказал, что я не против, но на самом деле после крещения, он постарается свое взять. Я же не против был. Поэтому делай вот так, сделай вот так. В частности, к жене или к мужу, решившему покрестить. Множество, множество претензий возникнет. И это вот так вот возникает. Это так возникает, кстати, в венчании. Когда одна сторона очень хочет венчаться, а другая сторона, да вообще-то мне все равно. Ну, ладно, ну, давай повенчаемся. Ну, вот они повенчались. И начинаются вот эти вот разборочки. Так вот, не совсем даже из-за того, что я согласился. Ну, теперь делай, как я скажу. Вот этого делать тоже не надо. А у нас есть звонок. Давайте мы послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый. Спасибо вам за вопрос. Хороший вопрос. Ну, он, наверное, ответ на этот вопрос будет просто некой такой, как бы, анонсированием. Не скажу уж рекламой, но анонсированием. Да, действительно, нам очень нравится, что на территории храма проходят мероприятия в рамках, в общем-то, такого достаточно спокойного, доброго такого духа. И эти мероприятия и в дальнейшем будут проводиться. Надеюсь, насколько нам позволят все эти обстоятельства, и мы будем живы. Вот, в частности, праздник Троицы в этом году намеревается в более расширенном крестного хода. Мы не будем делать в этом году по некоторым соображениям железной дороги и так далее. В общем, пришли к одному мнению. А вот то, что у нас будет действительно Троицкая ярмарка на территории храма, и будут уже после службы там какие-то хоровые выступления. То есть народ может отдохнуть не только в дубках, в дубках, само собой, но и здесь тоже. Праздник любви, семьи и верности – это очень важная составляющая, потому что все-таки церковь всегда была и остается за традиционной ценностью. Семья для нас основа. Ну и так далее. То есть все праздники, которые проводились, они также будут. Спасибо вам за вопрос, и, пожалуйста, приходите. Следите за информацией. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим о вашей телевизионной деятельности. У вас есть еще один канал общения с людьми, с гражданами, может быть, с ищущими веры или уже обретшими веру гражданами. Вы работаете неправильно, сказать, да? Участвуете в деятельности. Да, по крайней мере, тут я денег не получаю. Денег не получаете, да. В работе, повторюсь, в работе нашего канала «Залив ТВ» ведете программу «Дорога к храму». Да. Что вас подтолкнуло? Почему вы дали согласие? Ну, подтолкнуло множество вопросов, которые возникают. И они, понимаете, они нам на грани. Между светской областью и церковной, и религиозной, и вероучением. И первое. И второе, то, что появилась возможность все-таки на эти вопросы давать ответы не лично какому-то человеку, когда они касаются действительно всех. Так что я думаю, что здесь просто нужно сказать большое спасибо, поблагодарить телевидение наше, сестра Орецкая, что такая возможность есть. Ну и кроме того, нужно сказать, что вопросы бывают очень интересные. Вот даже найти и выслушать эти вопросы, подумать над ними, чтобы наш, так сказать, глаз не замыливался, мне самому очень интересно. Ну вот этот канал телевизионный, это как бы еще одно зрение ваше, еще одна возможность услышать людей, услышать их, оценить или воспринять как-то их внутреннее состояние, да? Как за это время, сколько времени вы уже? Ну, почти 9 лет, да. Канал существует? 9 лет у нас программа? Не помню, с какого года. Ну, длительный промежуток времени. Длительный промежуток времени. Много лет. Да. Общаясь с людьми, вы чувствуете, как меняется их настроение, меняются вопросы? Или, может быть, есть вопросы, которые повторяются? За эти годы я почувствовал, что вопросы от общих перешли к частным. Вот. Иногда даже очень курьезным таким вопросом, когда, прочитав его, я еще даже улыбнусь и так, приходится посмеяться немножко. Не в обиду, конечно, вопрошающему. Вот. Так что, вот, чувствуется такое изменение. То есть, я так понимаю, что наши дорогие телезрители уже общие вопросы освоили. И остается в рамках их решить вопросы частные. Частные вопросы. Да, да, да. Но как вы оцениваете все-таки духовное состояние нашего общества? Вот люди становятся более внимательными к вопросам, связанным с верой, с духовной частью нашей жизни. Их это больше привлекает. Куда смещается интерес наших граждан? Потому что жизнь наша материальна. Мы строим капитализм. И опять же, вот, мы говорили о противоречиях, да? Вот нет ли здесь противоречия? А с одной стороны, вот, духовное составляющее, которое несет, ну, в том числе и православная церковь. У нас страна многоконфессиональная. Ну, я скажу такую вещь, может быть, вы не согласитесь, и тогда я с удовольствием послушаю ваше несогласие. В том, что, вы знаете, наступает в нашем обществе некое такое вот успокоение. Вы понимаете, как в прошлом мы, как советские люди, говорили, что советский человек с уверенностью смотрит в будущее. На волне перестройки, когда такой вот водоворот, бури были, пена поднималась, что-то оседало, что-то нанесло этими волнами и так далее. Конечно, человек, ну, не чувствовал уверенности в завтрашнем дне, и он хватался за все то, что под руками его. Ну, и, в частности, за церковь, таинство, молитвы. И тогда на этой волне многие, кстати говоря, пришли к вере, вот, и члены КПСС, и ВЛКСМ, и так далее. И осуждать их нельзя. Вот. Наступает некоторое такое вот, ну, не знаю, успокоение. Вот. Хотя многие живут очень трудно, но, тем не менее, они знают, что они должны вот такие маленькие деньги растянуть на это всем. И мода на веру проходит. Вот. Мода на мода проходит, и поэтому сегодня люди как-то воцерковляются, скорее всего, от веры в душе к вере в жизни подходят. Уже совершенно различными путями. И, наверное, такого массового прихода нет. Я помню 90-е годы, начало 90-х годов, когда первый раз появилась возможность привезти детей в церковь. Взрослые стеснялись переступить порог церкви. А вот детей они проводили и, так сказать, подталкивали их к батюшке. А сами где-то сзади были, чтобы послушать и не показать своей неосведомленности. Сейчас такого массового явления, конечно, нет. И люди, да, приходят в воскресные школы, все это понятно, приводят своих детей. Но это не носит такого массового характера. И я думаю, вот эта успокоенность, она, с одной стороны, понятна. Действительно, мы можем сколько угодно на власти, так сказать, ругать, пенять и так далее. Но это есть. Это есть. Мы живем более-менее спокойно. Здесь нет работы, значит, там найдешь, там не найдешь. Что в таком месте найдешь. Вот. И таких катаклизмов даже и не ожидаем. А вот с точки зрения Бога, мне кажется, здесь, конечно, наступает какой-то опасный момент. Почему? Потому что вот как древний Израиль. Он тоже жил, он успокаивался, он начинал, так сказать, присоединяться к языческим религиям. Потому что жить разнузданно, жить без всяких нравственных рамок очень легко и просто. Это притягательно. А жить в строгих рамках, это как-то так, ну, так, прокрустого ложа. Вот это нельзя, то нельзя, там, как бы, ты все плохо, не нравится мне это. Некомфортно. Да и ради чего, некомфортность сегодняшний человек, да. Поэтому, с одной стороны, это понятно, такой спад моды, скажем так, потока в храм. А с другой стороны, он и опасен. Он и опасен. Почему? Потому что Господь... А вот давайте я вас перебью об опасности, мы поговорим чуть позже, послушаем нашего телезрителя. У нас есть звонок. На этот сейчас скажем. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Алло, здравствуйте, меня зовут Алла. Алла. Я бы хотела задать вопрос. Пожалуйста. Как можно понять, что вот церковь истинная? Ну, например, у меня у дома близко находится церковь, ну, или строится, и где вот гарантия, что она вот подчинена, допустим, Санкт-Петербургской епархии, там. Может быть, где-то есть реестр этих церквей, чтобы мне в секту в какую-то не попасть под эгидой православия. Спасибо вам большое за этот вопрос. Бдительная Алла. Бдительная Алла. Это вообще человек должен разбираться, я считаю, в принадлежности того. Вы говорите не вообще о церкви. Если говорить о православной церкви как о истинной церкви, нужно сказать, что православная церковь, как таковая, не имела никаких разрывов. Непосредственно от Господа Иисуса Христа до самого последнего священника рукоположение сохраняется без всяких перерывов. Если бы в нашей стране показали последнего попа, то потом бы пришлось очень трудно возобновлять эту церковную иерархию. Так что Алла совершенно справедливо говорит. Значит, нужно, во-первых, посмотреть табличку, что там написано. То есть храм вот такой-то, такой-то, самая петербургская епархия Московского патриархата. Московского патриархата. Это раз. Во-вторых, на богослужении должны поминать нашего высокопреосвященнейшего митрополита в Арсенофе и святейшего патриарха Кирилла. На богослужении должны поминать. Никакой сектант никогда в жизни не станет поминать ни святейшего Кирилла, ни высокопреосвященнейшего в Арсенофе. Вот так. Если вы не верите своему священнику, который, ну так, сомневаетесь, вот, ну, может быть такое, так, чисто гипотетически. Ну, вот так вот надо подойти к этому вопросу. Во-первых, посмотреть, что пишут на дверях, вот, и поверить своим глазам. Если не поверите, то тогда, значит, на службе, особенно на литургии, на других службах, посмотреть, как идет поминовение. Мы вновь в студии «Диалога у озера». У нас сегодня в гостях протеерей Михаил Петропавловский, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Отец Михаил, благословите задать вам вопрос? Да, благословляю. Как вас зовут, простите? Меня зовут Ирина. Ирина. С благоприятным вас постом поздравляю. И хочу, вот, вы сказали личные вопросы теперь, вот, задают. Но мне тоже можно личные вопросы задать. Но не совсем личные, но как бы касается, ну, вообще, жизни. Вот, например, если я у человека, ну, поссорились с близким человеком. И, ну, может быть, я была права, он, ну, этот человек, нет, сестра моя старшая. И я у него потом, через некоторое время, мы общались, попросила прощения. А она мне не простила, швырнула трубку. Вот как можно с таким человеком поговорить? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. И потом он очень часто встречается в жизни, в судьбах многих людей. Не только ваших. Я бы так сказал. Это очень тяжелый груз, крест и для вас, и для вашей сестры. Но вы, может быть, об этом не узнаете. Ну, дай бог, чтобы узнали. Дело вот в чем. Здесь, скорее всего, вот, сущность этой ситуации будет состоять в том, насколько искренне вы попросили прощения. Я думаю, что в вашем вопросе есть один настораживающий момент. Вы уже знаете, что вы правы. Вот это меня насторожило. Понимаете? Что она не права, а вы правы. Поэтому ваша просьба о прощении, она сразу девальвируется. Я правильно говорю? Ну, я думаю, что да. Да, потому что вы знаете, что вы правы, но вы просите прощения. Как бы хотите мира. Знаете, для того, чтобы все-таки перебросить всю тяжесть вот в этой ситуации на ее сторону, у вашей сестры, пусть она трудится нравственно, вам нужно от этого мнения отказаться каким-то образом. Ни я не права, ни она не права. Вообще нарушение мира – это плохо. Вот. Мы должны любить друг друга и стремиться к этой любви. Тем более между сестрами. Так что давайте так. Значит, вот себя сейчас убеждайте, молитесь Господу, чтобы все-таки не считать себя правой. Вот. Пошлите смсочку, что все-таки я поразмыслила, я подумала, я проанализировала. И еще раз прошу прощения. И тогда будем считать, что уже вся тяжесть этой ситуации на ее стороне. Все. А я напомню нашим телезрителям, что победитель сегодняшнего конкурса зрительских вопросов получает приз «Такси-434-0000». А мы давайте вернемся к нашему разговору, хотя времени у нас, конечно, мало. Очень мало остается времени. Но есть один вопрос, который я бы очень хотел с вами успеть обсудить. Это возможность изменения своего мировоззрения. Такие люди у нас есть, представители старшего поколения, которые, может быть, когда-то были приобщены к вере бабушками своими. Потом в силу понятной ситуации в нашей коммунистической стране стали полноценными советскими людьми. Советскими людьми стали коммунистами, комсомольцами. А вот время изменилось, и они почувствовали, что вновь нужно вернуться к вере. Нормален ли такой процесс, такого перехода, такого перетекания? Вы знаете, я сразу могу сказать, что такой процесс нормальный, но он очень болезненный. И, наверное, людей смущает именно вот эта вот боль. Почему? Потому что все-таки зрелые годы, самые лучшие годы были отданы тому, что рассыпалось, что показалось свою неженоспособность, недееспособность. То есть вот какая-то такая доктрина советская. Хотя, наверное, человек был и в те времена, он был партийным, и коммунистом, и комсомольцем, но он был человеком честным. И таких было очень много. И большинство даже, я хочу сказать. Наверное, большая часть была людьми честными, откровенными. Так что никто не воровал, никто не шульничал, не мошенничал. Все жили, как все. А приход к церкви, к молитве, к Богу, восстановление своих правильных, добрых отношений с Богом, я думаю, что это правильный процесс. И бояться здесь упрека от Бога ли, от священника ли, от людей, что вот были партийными, а теперь свечки. Ну, я думаю, что это недалекие люди так говорят. Это, может быть, даже не то, чтобы недалекие люди, а люди, которые сами смущены, они бы и хотели бы сделать тот же шамый шаг. И не верят тем, кто были партийными, а теперь свечки держат и стоят там по телевизору молиться показным образом. Кто его знает, показным или не показным образом, это может расценить только сам Бог. Только сам Бог. Почему? Потому что он смотрит не только на момент держания свечи, но и на всю жизнь в целом. Правильно ведь? Поэтому вера, она может только либо всю жизнь обнять, а не воплощаться где-то в минуте, час в храме. Поэтому нормально. Я считаю, что нужно преодолеть эту боль, это неудобство, это, может, сконфуженность какое-то такое, и все-таки прийти к Богу, и как ребеночек поплакать. Понимаете, вот как блудный сын или просто сын-мать, который к матери возвращается, ну что он может сказать, ну правильно, я плохо поступил. Ну заплакать, и мама, и отец пожалеет и погладит. И простить. И вновь сделают какие-то наказания, вновь поставят тем же самые рамки нравственного своего жития, которые и положены в этом доме. Скажем так, так и к Богу. Давайте изменим масштаб нашего разговора, и от частного, пусть и важного момента, связанного с храмом Петра и Павла здесь в Сестерске, поговорим о нашей России вообще, теперешней. Очень уместно. Сегодняшней. В сложное время мы живем, мы видим, как с внешних сторон испытывают на прочность нашу российскую конструкцию. По всем фронтам. Да, по всем фронтам. И вот, как на ваш взгляд, мы говорим о духовной составляющей России, а духовная составляющая России, это не только ведь православие, это же много конфессий, которые присутствуют на территории России. Как сделать так, чтобы эта духовная составляющая, она не разрывала наше пространство российское, а наоборот его стягивала, цементировала и становилась действительно реальной духовной основой нашей новой России? Да, да, да. Вопрос понятен. Однако, отвечая на него, вы, наверное, со мной согласитесь, что здесь будет зависеть не только от усилий святой православной церкви, но и от церкви, допустим, католической, если она присутствует где-то, от мусульманской церкви. И вот, ислам тоже должен иметь такие же намерения цементировать. Вот я должен сказать, что советская власть в свое время сыграла нам вот в этом смысле очень положительную роль. То есть она, так сказать, вот взмах уравняла всех. И крупные вероисповедания, и мелкие, и баптистов, и всех-всех-всех, и католиков, которых достаточно мало, ну, может быть, там на Западе. И таким образом вот получилось, что мы в свою копилку получили вот этот вот бесценный опыт мирного сосуществования, мирного доброго взаимоотношения друг с другом. И я думаю, что если сейчас все-таки ценить это, ценить это, то вот такого обратного центростремительного процесса не пойдет, не пойдет. Тем более, что мы видим, что его святейшество, и главные муфти, и еврейские общины, глава еврейских общин, они все стараются держаться вместе. Вот очень важно, чтобы это было во всех сторон не формальность, а наше желание, что мы живем в одной стране, у нас один народ, и разрывать его по религиозному принципу – это, ну, я бы сказал, даже преступление. Это преступление. Что, кстати, делается в некоторых странах-государствах, за морем недалеко. Вот, что и по религиозному принципу пытаются разорвать народ, и это очень больно сказывается. Ведь простые люди страдают. Простые люди. Даже кровь проливается силой этого процесса. Так что, со своей стороны, мы стараемся, у нас, сестра Рецки, мы все делаем для того, чтобы конфессиональный мир присутствовал. Мы с мусульманами очень так, дружно, ну, конечно, на светских мероприятиях, на церковных, у них свое, у нас свое. Понятно. Давайте поговорим о… сейчас время Великого Поста. И многие из тех, кто говорит о внутренней своей вере какой-то, да, не является вотцерковленным человеком, говорят о том, что я придерживаюсь постов, потому что, ну, это полезно, это диета, и любая, как любая диета, это полезно. Но насколько это полноценная точка зрения, если говорить именно о времени поста, и когда это оторвано опять-таки от церкви? Ну, я должен сказать, что люди, которые только из моды постятся, и исходя из состояния своего здоровья, они, конечно, тоже могут не лишиться награды от Бога, но по каким-то другим, наверное, все-таки причинам, а не потому, что они воздерживаются от той или иной пищи. Вот. Да, действительно, может быть, несбалансированное питание, невоздерживанность наша, она стала такой вот доминантой из каких-то наших недобрых, греховных качеств. Но воздерживаться со всеми вместе проще. Вот все постятся, и я буду вместе с ними воздерживаться от той или иной рода пищи. Ну что ж, пускай будет это только началом их какого-то духовного возрастания. И я от всей души желаю тем, кто просто по моде или из здоровья своего постится, чтобы они почувствовали вот какую-то радость от совершенного труда, от преодоления вот самого себя. Почувствовав эту радость, я думаю, в следующем году они сделают еще какой-то шажочек, еще какой-то шажочек. Вот начнется тот процесс, о котором мы говорили ранее в нашей передаче. Ну, мы приближаемся к моменту, когда вам предстоит подвести итоги нашего конкурса зрительских вопросов. Представляете ли вы уже сейчас, может быть, момент для того человека, чей вопрос вам показался наиболее интересным? Кто получит приз от такси? Кто получит приз от такси? Ну, я бы отметил вот что, что интересен, мне показался вопрос, по-моему, Алла, да, которая, значит, сомневается о том, что истинная церковь или истинная. Я думал, может быть, не совсем корректно был сформулирован вопрос. Я бы, наверное, его сформулировал несколько по-другому. Но суть мне показалась его понятным. Вот я, наверное, этому человеку бы... Почему? Потому что, на мой взгляд, показалось, что человек не просто хотел бы приобщиться к этому приходу, но хотел бы изначально знать, что это истинно. Ошибки не будет. Ошибки не будет. Ну что ж, Алла становится победительницей сегодняшнего нашего зрительского конкурса, получает приз... Правильно, Алла там, да? Алла, да. Получает приз от такси 434-0000. Ну, у нас еще несколько минут есть. Очень хорошо. Десять лет храму. Какие слова бы хотели сказать прихожанам храма и тем, кто просто пока заходит к вам в храм? Ну, прихожанам, конечно же, хотелось бы пожелать, дорогие мои друзья, доброго здоровья, вот и помощи Божией. И всегда ощущать себя внутри прихода, внутри той, может быть, неочерченной так строго семьи, где у нас одни радости, одни беды, одни горести, вот. И все мы вместе, не только в Сестровецке, но и в городе, и в самой стране. Мы неотделимы друг от друга. Ну, а тем, кто иногда приходит к нам в храм, вот, и считает, что, в общем-то, батюшка ему мешает со своей службой, там или молитвой, или громко очень кричит, мы постараемся этого не делать и как-то вас не обременять. Пожалуйста, приходите между службами, помолитесь самостоятельно, постойте, подышите воздухом ладана, поставьте свою свечу, вот. Может быть, откройте даже молитвословчик, сделайте еще один, вот, с любовью, с распростертыми объятиями и вас тоже мы ждем. Ну, а те, кто задержался на пороге храма, мы должны сказать, что не стесняйтесь, не бойтесь, входите, вот, ну, конечно, соблюдая рамки приличия, рамки приличия. А вообще, должен сказать, что по опыту от порога храма до алтаря не так быстро пройти, проходят многие годы, а то и десятилетия. Так всегда было, об этом мы говорили сегодня в передаче, от того, чтобы стать просто прихожанином или захожанином, до того, чтобы стать полноценным прихожанином исповеди, причастия, покаяния, молитвы, может пройти 20-30 и более того лет. Ну, постарайтесь сократить эту дистанцию. Благодарю вас за сегодняшнюю передачу, особенно приятно общаться с вами вот в юбилейный год, год десятилетия храма. Благополучия вам, храму и прихожанам. Ну, не стоит добавлять, что буду рад вас видеть на экранах нашего канала, потому что вы в своей передаче часто появляетесь. Спасибо, да. Спасибо вам за участие в сегодняшнем разговоре и благодарю наших телезрителей, особенно тех, кто принимал участие своими звонками. Всем большое спасибо и очень радостно, что вы задавали разноплановые вопросы. Они не выходили за рамки наших тем. Ну, так вынуждены были определить одну. Ну, что ж, думаю, что диалог состоялся. Благодарю всех участников этого процесса. Всего доброго и увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин